Попите трубочку, расскажите. Ань, ты будешь рассказывать? Да, здравствуйте. Он пришел где-то около 12 ночи, начал выбивать автоматом стекла в школе. Говорит, что вышли все учителя со школы, но учителей нет уже, учителя все разъехались. Были только старики, ну старики и дети. Он сказал, что становитесь все на колени, лево сейчас всех постреляют. Мы встали на колени, нас где-то около 40 человек осталось, в школе было 100. Потом он забрал сначала моего сына и сказал, если ты не пойдешь, то я вас всех перестреляю. Стрельнул фонарь в школе и забрал Юру, моего сына, где-то, ну долго их не было. Говорит, лом дайте, пошел громить магазины. Ну с помощью моего сына. Потом привел моего сына и забрал мою дочь. Сказал, что теперь она со мной пойдет. Он ее... С пистолетом? Увел ее, ну где-то пол первого ночи, и она пришла где-то в 7 утра. Я всю ночь не спала, переживала. Я думала, он ее уже убил. Он ее, в общем, затащил, затащил класс на втором этаже. Всю ночь насиловал, уколол наркотик в руку. И сказал, ты ничего не почувствуешь. Я тебе порезал щеку ей и шею, изнасиловала, и тыкал пистолет кругом. И хотел ее убить. Волосы обрезал. Волосы обрезал ножом, она их сегодня спалила. Ну, дочка не может рассказывать, потому что она в шоке. А я еще... Ну, в общем, вот такие они творят... Ребята, убивайте этих расистов, орков, этих тварей, дивидики. Это не люди, это просто не люди. В них нет ничего человеческого. Это не люди.